привет друзья я дарья поздняк сегодня я покажу вам студию в которой мне предстоит делать ремонт и расскажу какие здесь есть серьезные недостатки как мы их будем корректировать по власту давайте начнем со входа вход здесь это стеклянная входная дверь рядом с ней окошко то есть в принципе вот это все пространство это можно считать все как окно это находится в северо-восточном восточном секторе и для нас по власту это очень благоприятно как вход так и окно отсюда благоприятно так как дверь у нас стеклянная то считается она как бы как окно то есть это вдвойне скажем так благоприятно то есть она пропускает свет и в закрытом виде и в открытом вот что для нас очень важно справа от входа вот здесь вот это у нас северо-восточный сектор северо-восток здесь по хорошему должны быть окна и рядом вот здесь вот на севере вот но окон здесь нет поэтому это все вот это вот место вот это вот все я буду корректировать а вот чтобы это дополнительно еще усилить кроме коррекции обычным какими-то вещами вот здесь вот висеть зеркало вот здесь у входа большое и какие-то будут еще висеть светильники вот потом значит мы двигаемся влево от входа вот сюда здесь восток восток кусочек востока переходящий в юго-восток на востоке должно быть окно а на юго-востоке уже как бы нет и вот этот вот выступ глухой кусочек который вот здесь вот соседи их соседняя студия он уже попадает в юго-восточный сектор с одной стороны это хорошо что здесь нет окна с другой стороны это как бы срез нарушение общей формы студии вот этого прямоугольника нарушение этого прямоугольника нарушение формы это не очень хорошо это я буду корректировать но хотя бы плюс что здесь нет окна вот вот здесь на востоке значит восток и чуть-чуть на юго-восток попадает стоит будет открытая прихожая из дерева потому что восток любит дерево какая-то наверное стеновая панель из дерева с крючочками и внизу пуфик с полочкой для обуви то есть это все дело происходит в геленджике и здесь с пляжа пришел тапки кинул сумку кинул ключи вот таких вот всяких вещей шляпы панамки повесили и пошли дальше значит двигаемся это юго-восточный сектор я уже сказала что здесь повреждение в виде вот этого нарушение форма мы его корректируем а дальше в юго-восточном секторе в идеале по вас то нужно здесь сделать плиту плиту вот поэтому вот это вот у меня плита как раз я ее рассчитала чтобы она попадала именно в юго-восточный сектор вот досюда примерно у меня идет юго-восток вот досюда вот этот сектор примерно юго-восток вот и плита сюда попадает это для нас очень-очень благоприятно это вообще очень-очень круто очень-очень здорово то есть когда эту студию выбирали обращали внимание во первых на то что ее форма практически прямоугольник без совсем маленького выступа это очень хорошо второй момент что она по сторонам света стоит ровненько то есть у нее север вот здесь юг вот здесь а не если бы север был в углу это уже было бы намного хуже то есть север у нее по прямой стороне это хорошо третий момент что входная группа стеклянная окна двери у нее расположены вот здесь северо-восток-восток это очень благоприятно и еще важный вариант момент что санузел туалет можно разместить в секторе оттока это может быть не самый идеальный сектор для туалета но тем не менее он неплохой вот туалет у нас будет попадать в юго-западный сектор на эти параметры ориентировались когда выбирали эту студию и вот тот факт что кухня встает ее можно впихнуть на юго-восток именно плиту который готовится или разогреваться еда и также кстати микроволновку потому что микроволновка разогревая еду она тоже дает воздух вкусные запахи разогревая еду а как раз именно запах в этой зоне вкусно приготовленной еды он как раз и благоприятен нам здесь по власту вот поэтому это еще один плюс этой студии что мы смогли поместить кухню в юго-восточный сектор не обязательно всю кухню вся кухня может не попасть но вот именно то где разогревается еда может быть там это было бы мультиварка например тоже поставить если вы часто не готовится тоже было бы классно в юго-восточный сектор значит здесь по кухне немножко расскажу крайне идет холодильник невысокий и над ним микроволновка рядом шкаф на 60 в него врезана варочная на две комфорты потом идет шкаф на 45 просто с выдвижными ящиками и идет шкаф под мойку на 60 стандартной с врезанной мойкой вот дальше идет перегородка такая шпалера из дерева чтобы разделить вот эти две зоны диван спальню как бы и кухню чтобы закрыть боковину кухни потому что боковина кухни она обычно идет в цвет ящиков не в цвет фасадов вот и чтобы вот и и отделить и зонировать и в то же время скрыть эти боковины фасадов потому что они обычно некрасивые а чтобы их с этой стороны сделать такими же красивыми как вся кухня это обычно очень проблематично вот а здесь у нас геленджик еще бегать эти кухни искать в прошлый раз когда мы здесь пытались кухню заказать честно сказать мне сервис очень не понравился я на минуточку отвлекусь вам расскажу я немножечко как бывший дизайнер обалдел потому что на дворе как бы 22 год и мы пришли в фирму кухонь и совсем не дешевую и нам начали наполнять эту кухню но я принесла план вот и он мне накидал размеры шкафчиков нижний и верхний он не накидал этих шкафчиков абсолютно разных размеров то есть у меня в нижней части кухни были всевозможные размеры дверок и 60 и 45 и чуть ли там не 90 все разные а сверху тоже всевозможные размеры и ни один верх с низом не совпал то есть как на самом деле стараются сделать дизайнеры мы используем один или максимум два размера ящичков и стараемся их дублировать наверху такими же размерами то есть если внизу у меня идут 60 шкафы с дверцами 60 то я буду стараться чтобы наверху тоже они шли 60 чтобы это было красиво или например внизу идут 60 а сверху идут 120 то есть в два раза узкие полки длинные но они совпадают с нижними шкафами потому что там 60 а тут 120 вот то есть какие-то такие схемы дизайнеры используют для того чтобы кухня смотрелась гармонично и у меня я никак не могла с этим консультантом договориться то есть он вообще меня не слышал я пыталась ему объяснить что мне нужно а он мне предлагал какие-то свои дурацкие варианты и у меня просто был шок потому что честно сказать я с таким никогда не сталкивалась кухня была не дешевая но при этом мы возможно она была даже качественная я не знаю но мы просто не смогли с ним сойтись потому что во первых он меня вообще не слышал во вторых он не готов был что-либо под меня поменять то есть такое чувство было что это его кухня в его доме а я просто тут сижу то есть как будто он себе подбирает и я не имею права голоса вот ческать мне был шок поэтому теперь я понимаю когда мне говорят что в келенджике с сервисом как бы не очень теперь я понимаю о чем мне люди говорили вот раньше я думал что более-менее все нормально но не суть кухню мы взяли в другом месте и чтобы здесь не заморачиваться не искать какой-то супер-пупер кухню для этого здесь стоит вот такая деревянная шпалерка ну и плюс она зонирует и по дизайну она каким-то образом не должна сыграть эту важную роль дальше знаешь нас идет диван спальное место будет раскладываться два спальных места над диваном соответственно здесь конечно же пойдут светильники два светильника дальше остается какое-то место до санузла место хотелось бы здесь побольше но ческать тут все в сантиметрах мы промеряли проверяли сто раз чуть-чуть мне тут не хватает буквально сантиметров 20 ну ладно вот это место оно будет как бы запасным потому что здесь самое важное санузел и от этого короба кухня вот диван купится плюс-минус там 10-15 сантиметров вот и вот это место оно остается запасное потому что по вот этой стене плюс-минус 10-15 сантиметров роли не сыграет здесь все четко и вот эти 10-15 сантиметров вот решающими поэтому у меня здесь нарисован икеевский узкий комодик когда ящики вот сюда выдвигаются чтобы сюда там сложить постельное белье что такое но хотелось бы конечно здесь полноценный комод или какую-то этажерочку с полками чтобы также складывать полотенце постельное белье пусть даже она открытая будет вот возможно что если комод стандартный на 80 не будет влезать то возможно что эту этажерочку я или на заказ буду заказывать тогда скорее что же в дереве какая-то шпалера или где-то и и поищу узкую то есть там 60 сантиметров 65-70 таких нестандартных ширин тогда она встанет вот так дальше самые важные два самых-самых важных до забыл сказать что диван вот здесь диван спальное место у нас попадает на юг на юг спать на юге это ну наверное после юго-запада то есть самое лучшее место спать на юго-западе семье если это хозяева дома муж жена то им нужно спать на юго-западе вот дети 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 отдельно детей обсуждаем отдельно но второе место по классности это наверное юг и здесь как раз диван попадает на юг то есть хорошее такое стабильное место которое ну в общем это очень благоприятно поэтому также когда студия покупалась на это обращалась внимание что люди будут спать на юге это очень-очень хорошо вот и два проблемных момента здесь сложных именно по дизайну и моему пониманию не очень понимаю как я буду с этим работать у меня много разных вопросов технических очень много вопросов это вот это вот конец студии значит здесь у нас санузел вот и подиум кровать поднятая над полом санузел значит попадает в сектор юго-запад это не самый лучший вариант для туалета но и не самый плохой то есть это как бы считается допустимо он попадает в юго-запад и в запад то есть если бы он четко влезал бы весь на запад это было бы отлично но он туда не влезает просто по габаритам поэтому он все равно попадает на юго-запад но в принципе это допустимо вот поэтому я здесь все разместила значит душевая кабина в углу здесь нет горячей воды здесь будут висеть накопительный бак вот здесь они нарисованы над инсталляцией место на инсталляции мы увеличиваем сантиметров до 40 будет глубина примерно это для того чтобы сюда поместился бак сейчас я попробую вам сформулировать все еще в этих баках только расправилась значит один бак разогревает входящую холодную воду и горячую ее раздает по всей студии нагревательный значит а второй бак рядом висит накопительный если вдруг в городе нет воды сначала на помощь приходят баки которые висят в этом жилом комплексе они раздают воду а когда в них закончилась вода и город еще воду не дал тогда раздает воду вот этот бак личный который висит вот в этой вот инсталляции вот так же кроме баков здесь висит входной фильтр и стоит насос насос что же у нас делать насос он по моему набирает воду в бак вот если я могу ошибаться я все время забывают технический момент если я не ошибаюсь то он если включен в розетку то когда вода в баке становится меньше то есть вот город не дает воды в баках дома закончилась вода соответственно бак личный личный вот этот бак начинает раздавать воду вот например кто-то помылся в баке воды стало меньше город пустил воду или открыли те баки накопители в том доме и насос начинает с помощью насоса этого давления начинает вода подтягиваться в этот бак то есть я так понимаю что без насоса просто вода не сможет наполниться так загрузил я вас хорошо значит тут у нас инсталляция вот будет гигиенический душ я еще не решила вообще про гигиенический душ я для себя открыла такую классную фишку что он очень удобен для домашнего хозяйства то есть если мы моем пол то наполнять ведро очень удобно гигиеническим душем а честно сказать я теперь всегда буду всем рекомендовать поэтому тоже запоминайте если у вас есть или где то есть у знакомых попробуйте действительно нереально невероятно удобно вы приходите с ведром выливаете из ведра грязную воду в унитаз соответственно вы находите сейчас рядом с унитазом вам не надо никуда бегать вы выливаете у вас остается в руках грязное ведро вы этим гигиеническим душем туда чуть-чуть наполняете споласкиваете опять выливаете в унитаз а потом набираете чистую воду и все это вы делаете на там квадратных 60 сантиметров вам не надо с этим ведром никуда бегать лишние движения делать то есть это настолько удобно что вот у нас рядом гигиенический душ унитаз и ведро все в одном месте это просто очень очень удобно я вот уже в двух квартирах пользуюсь этим вот ими для домашнего хозяйства это просто очень крутой лайфхак если мне кто раньше рассказал для чего нужен гигиенический душ на самом деле я бы давно повесила я просто не знала я думала что его все используют для гигиенических целей вот но я говорю использовать в домашнем хозяйстве это очень очень удобно и кстати когда вы убираетесь в туалете мойте унитаз например гигиенический душ тоже потрясающе помогает в уборке просто класс то есть вот эти вот финансовые затраты которые мы на то чтобы вывести вот эту воду к нему подвести и купить саму лейку они окупаются просто в первые полгода вашего комфорта того как вам удобно производить уборку в этом месте вот поэтому я всем рекомендую делюсь с вами своим таким бесценным опытом дальше значит у нас вот этот душ я вам уже показала вот здесь будет высокая стеночка возведена здесь в геленджике можно в отличие от москвы можно не класть душевой поддон а выводить все это из плитки соответственно конечно же все будет выведена из плитки под тот размер который у меня в самом деле получился здесь будет стеночка до потолка из плитки наверное семерки пеноблоков она будет обшиваться плиткой и в итоге с двух сторон оттуда отсюда 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 с трех сторон и в итоге она выйдет на ширину десятка вот она будет боковиной вот этого шкафчика со всякими баками всяких штук в общем вот здесь будет обязательно порожек тоже из плитки для того чтобы вода не уходила потому что они были не изобразилась никак но понятное дело будет трап всех там душевые лейки все дела а вот эта стеночка 2 она будет ниже она будет на высоту примерно 120 120 от вот этого пола чистого ванны потому что я такие стеночки уже выводила когда выводишь стенку до потолка она съедает пространство и маленьких санузлах довольно тесно становится если стенку вообще не выводить и поставить душевую кабину то вот здесь вот везде в щелях везде будет во первых на стекле будут скапливаться капли вот это все протирать убирать это я не люблю а здесь кстати очень плохая вода в геленджике и несмотря на то что будут фильтры все равно вот это вот капли образование вот это вот камня вот это все будет по полной программе какие фильтры не ставь здесь пока водопровод во всем городе не поменяют а скорее всего это не произойдет ближайшие лет десять поэтому изначально такой вариант здесь не подходит также вот в эти створки душевых кабин попадают волосы еще что-то в эти вот направляющие прочее ну и также это небезопасно когда стекло там можно как-то чем-то задеть в общем это все неудобно я для себя нашла такой способ удобный что мы выводим плиткой причем не на не на всю высоту а вот примерно на 120 то есть она держит воду вот здесь и вот сюда к раковине вода не пойдет раковина висит на высоте примерно я сейчас не помню но не выше где-то 90 сантиметров соответственно от столешницы до края этой стеночки будет где-то 20-30 сантиметров примерно и соответственно эту стеночку можно что-то поставить какие-то шампунь чеки какие-то крем чеки вот в принципе и главное что она разделяет вот эту влажную зону от вот этой почти сухой не дает вот этой воде сюда мигрировать кстати если быть здесь стояла стиралка не давала бы вот этой воде попадать сюда к стиральной машине вот но у меня здесь висит просто раковина для стиральной машины я вам сейчас расскажу висит раковина на кронштейнах упирается в эту стеночку и в эту стеночку то есть она между ними будет закреплена и и оставшиеся там пять миллиметров будут пять семь миллиметров будут залиты значит каким невидимым герметиком вот соответственно здесь будет небольшое зеркало с подсветкой дальше двигаемся о самое сложное место мы до него сейчас я сначала расскажу про вот этот вот подиум потом вернусь сюда в санузел значит вот здесь в этой зоне на высоте от чистого пола где-то на метр девяносто кажется я остановилась на такой высоте от чистого пола на метр девяносто идут балки металлические я еще не не решилась какой это будет конструкции вот но скорее всего это будут металлические балки на которых будет несколько металлических перекладин и на этих перекладинах уже будут деревянные ну такие деревянные тоже бруски образующие решетку вот этого основания основание под матрасом дальше на них ляжет скорее всего фанера покрытая скорее всего ламинатом нет не ламинатом линолеумом скорее всего линолеума вот и уже на этот линолеум ляжет матрас или толстый поролон или ляжет матрас пружинный но скорее всего все таки поролон потому что очень стараемся сохранить вот эту высоту высота не такая большая в помещении чтобы наверху над матрасом было больше метра высоты от поверхности матраса до потолка поэтому тут будет борьба за каждые пять сантиметров вот соответственно матрас ляжет вот так вот по розовенько-рыженько вот этот матрас 140 на 2 но моя конфигурация вот здесь вот ванны она ванной не хватает хранения не во первых нужно поставить стиральную машину во вторых мне нужен такой небольшой технический шкаф в ванной для всяких швабер ведер тазиков и прочего всяких порошков и средств чистки там сантехники и прочего чтобы это все было не видно чтобы это было где-то внутри поэтому мне нужно вывести вот эти два шкафчика и у меня здесь такая штука господи сколько я над ней думал общем она у меня сложилась не знаю как мне еще рабочие и выведут но у меня по чертежам она получилась значит у меня стена идет вот так эта стена идет на всю высоту студии а вот эти стены которые нарисованы серым вот эти как вам показывают они идут на высоту до вот этого матраса то есть они идут на высоту 190 чистого пола вот дальше они заканчиваются на них приходит вот это вот фанера что я вам говорила ложится ну там направляющие фанера все ложится значит на это дело вот и получается что вот здесь матрас влезает полностью и вот здесь внутри ванной получается что эти стены у меня на высоту примерно 190 и на эту высоту спокойно я ставлю стиральную машинку после нее и вывожу еще одну стеночку которая отделяет стиральную машинку от шкафчика где будет швабра ведра тазики всяк такой химия там всякая бытовая стиральный порошок и прочее то есть этот шкафчик будет полностью закрываться а а вот это место у нас где стиральная машинка она будет открыта то есть будет открытая стиральная машинка и над ней будет несколько полок полки будут скорее всего из плитки красивой обшитой плиткой стены тоже тут все будут как обычно санузле плиткой понятно и на эти полки можно будет что-то красиво класть там какие-то там крема масочки полотенца халат и что-то такое то есть это красивая зона открытая а эта зона более техническая она закрыта дверками понадобилось подошел дверку открыл взял что надо и закрыл соответственно вот здесь у нас образуется один кусочек вот этот прямоугольничек здесь заканчивается на высоте 190 заканчивается высота стен а а выше стены не идут здесь лежит матрас но этот кусочек выступает за границей матраса соответственно здесь тоже будет покрытие как под матрасом соответственно фанеры например линолеум скорее всего все-таки постелю вот и это просто будет пустое место то есть люди которые спят вот здесь или человек он может сюда положить книжку по светильникам здесь скорее всего самого светильника не будет скорее всего они будут где-то здесь закреплены вот он может положить книжку поставить чашку что-то такое вот положить какие-то вещи там положить телефон например возможно я кстати сюда выведут зарядку розетку чтобы здесь телефон заряжать то есть что-то такое тут у человека может быть небольшое хранение перила на вот это вот верхнем этаже у нас пойдут вот так вот так вот до сюда до лесенки то есть вот здесь чтобы тоже у меня никто не упал в принципе сочек очень высокий кто-то подойдет захочет вот отсюда снизу взять на ту же самую чашку вечером пошли взяли себе чашку воды на ночь попили потом бегают ищут чашку можно подойти в принципе наверное и взять если человек например 180 ну наверно руку если поднимет я думаю что наверное это может быть если человек не очень низенький тут наверно дотянете свою чашечку вот дальше это все значит на вот этом верхнем этаже здесь будет какая-то подсветка они вот здесь по лесенке забрались сюда и также по лесенке ты спустились какая-то подсветка здесь будет розетка для зарядки телефона 140 ширина матраса можно спать вдвоем можно спать одному вполне нормально высота должна получиться над матрасом больше метра хотя бы 105 сантиметров хотя бы хотелось бы вот дальше опять спускаемся на первый этаж и вот здесь стены делают выгибон такой вот этого гибона не случайно электрика раздается в эту студию вот из этого места электричество не вот отсюда а вот из этого места и соответственно чтобы ее не тянуть вот сюда потом раскидывать по всей стране квартире вот здесь вот будет щиток электрический то есть все электричество будет отсюда так как его нельзя делать в мокрой зоне поэтому я его вывожу вот сюда здесь будет вещь щиток также рядом со щитком тут будет пылесос гладильная доска ну что такое большое для уборки для которого для чего всегда нужно место а здесь проблема с хранения проблема с полноценными шкафами потому что по они как бы есть место для этих шкафов но по вас тут в этих зонах очень плохо размещать шкафы поэтому здесь будет это все минимизировано и чтобы такие вещи как пылесос или гладильная доска или что такое большое не было видно отовсюду и в общем здесь специально предусмотрен под это дело ниша вот в этой нише значит будет все это располагаться дальше на первом этаже вот здесь будет стоять какой-то легкий шкаф без дверок открытый какой-то шкаф где будут хранение для плечиков несколько полочек вот что-то такое очень легкое и чтобы здесь не нагромождать дверцами тяжелыми и не заваливать до потолка это место вещами здесь будет именно что такое невысокое но там и высота небольшая чтобы потолка заваливать 190 но здесь сектор северо-запад то есть это серединка это запад вот это кусок туалет и вот эти все шкафы нагроможденные это запад а вот это место это северо-запад северо-запад отвечает у нас за путешествие то есть если здесь очень сильно утяжелить это место забить сюда кладовку то люди которые проживающего будут проживать в этой квартире у них будут проблемы с путешествиями перемещениями и переменами в жизни тоже поэтому нет возможности здесь расположить полноценную кладовку гардеробную шкаф то здесь шкаф будет очень легкий плюс здесь так как идет этот второй этаж это тоже будет утяжелением поэтому чтобы это все ну как бы минимизировать здесь будет очень много корректоров этой зоны шкаф будет очень легкий и он будет закрываться не дверцы вот отсюда он будет закрываться какой-то легкой шторкой которая будет просто больше зонировать и от пыли защищать вещи но она не будет утяжелять то есть если людям которые будут проживать будет комфортно они вообще будут ее в открытом состоянии держать эту штору просто закидывать ее на подхват для шторы все для того чтобы тоже эту зону облегчить здесь будет много света встроенного вот в этот вот подиум в конструкцию подиума скорее всего это будет обычно вот эта подсветка которую под кухню пускают я в последней квартире у себя такой вывела мне очень понравилось дает очень много света очень мало места занимает и вообще отличная вещь и можно ее еще любого цвета сделать я могла бы здесь вывести все например белым а в каком-то месте сделать ее синим вот для сектора северо-запад синий цвет был просто отличный но так как не все любят синий поэтому возможно что только одну какую-то я бы сделала синюю остальные с белым вот так же чтобы зону открыть мы используем здесь большое зеркало во весь рост такой же как здесь большое большое зеркало вот чтобы эту зону опять же по васту облегчить вот но корректоры которые никто не будет видеть они здесь будут но что будет на поверхность это будет обязательно большое зеркало над которым обязательно будет подсветка чтобы в шкафу что-то север здесь должно быть окно окна здесь нет поэтому здесь будет много-много-много-много заложено корректоров этой зоны вот для того чтобы этот север здесь открыть но вообще как это сказать там идеальных квартир по васту не существует здесь довольно удачный вариант потому что есть окно хотя бы с северо-востока востока и так как здесь в принципе окно одно всего 30 метров это в принципе этого достаточно или был бы второй вариант например был бы окно вот отсюда с севера или с северо-востока вот но главное чтобы не вот с этих вот сторон не вот с этих не вот отсюда вот поэтому в принципе хоть такой вариант тоже в принципе терпимо прям идеальных вариантов я пока еще не видела видела почти но там тоже были свои недостатки итак значит мы вот здесь закладываем много-много разных корректоров на севере чтобы север у нас стал хорошим здесь висит телевизор но без телевизора к сожалению никак нельзя хотя я бы не стала вешать ну да ладно пусть висит себе висит место надо не занимать дальше вот в этом месте ставится стол чтобы можно было значит поесть а также сюда можно сесть с ноутбуком вот здесь будут розетки для чайника здесь же тоже будут розетки для чайника но чтобы выбор потому что каждому человеку нужно по-своему кто-то любит если здесь будет тесноватой хозяйке она подключить чайник здесь если есть здесь будет нормально оставить здесь его а здесь будет ноутбук включить То есть сюда можно сесть покушать, можно сесть с ноутбуком. Вот здесь я еще не придумала точно эту конструкцию, но я бы хотела вывести какой-то крепеж. Причем здесь нельзя утяжелять, здесь нельзя шкафы. Если бы это не был бы север-северо-восток, я бы вывела сюда такие открытые полочки под бокалы, под стаканчики красивые. Но сюда это нельзя делать, потому что это север-северо-восток, здесь в идеале должна быть пустота. Поэтому у меня два варианта. Либо я в этот шкаф должна встроить зеркало и подсветку, чтобы его же облегчить. Либо я должна от него отказаться и спустить какую-то легкую прозрачную конструкцию с потолка, из каких-то подвесов под бокалы, как в кафешках делают. Я такое еще ни разу не делаю, я не понимаю, где это заказывать, но, наверное, можно с этим разобраться. Скорее всего, в ближайшее время я буду с этим разбираться, потому что мест хранения в такой студии очень мало. И хотелось бы, чтобы у людей прямо здесь висели чашки, бокалы, то, чем вот они каждый день пользуются. Это было бы удобно, потому что, ну, удобно. Сидишь и отсюда же сразу бокал берешь. И удобно, и красиво. Вот. Но чтобы это не было таким тяжелым хранением, как, например, вот здесь на кухне, то есть что-то очень легенькое. Этот момент я до конца еще не додумала. Вот. Ну и все, вот сюда мы приходим опять к зеркалу. Тут у меня написано сушка для белья, потому что здесь вообще при входе на улице в летний сезон, когда жарко, сушка для белья выставляется вот где-то здесь снаружи. И прищепочками прикрепляется белье, потому что, ну, все равно с моря пришли купальники, полотенце, чтобы это все быстро высохло. Лучше, конечно, все делать на улице, оно высыхает там за час, а внутри в помещении будет сохнуть долго. Но на всякий случай, как бы, вот здесь место для сушки предусмотрено. Вот. Чтобы она вот здесь нигде не перегораживала, хотя я, конечно, думаю, что ей место найдется потом. Где-то в ванной какую-то маленькую откидную, я еще не придумала точно где, но я попробую ее где-то впихнуть, маленькую откидную сушечку, для таких вещей, как купальники, например, которые вот принесли, очень мокрых с них должно стечь. Но, опять же, в идеале их вешать, конечно, сразу на улице, так как здесь особый отдельный свой вход, это очень удобно. Вот. Но не знаю точно. На всякий случай, вот здесь я место предусмотрела. Если человек будет жить круглый год, не только летом, ему понадобятся в коридоре какие-то дополнительные шкафы, то здесь встанет легкая такая открытая икеевская вешалка, прихожая, в которой вот идет одна такая штанга, на которой вешаются плечики, на нижнюю полку ставится обувь и подвешивается какой-то тканевый подвес, в который можно положить там шапки, перчатки, что-то такое. То есть в это место, в крайнем случае, встанет такая штука, если человек будет жить зимой, в холодный период времени, ему понадобится дополнительная одежда. Тогда она встает вот здесь, прямо перед зеркалом. В принципе, у меня, похоже, штучка стоит, можно пользоваться ей, зеркалом очень удобная. Она очень легкая, потому что мы не можем сюда поставить шкаф. У нас здесь, извините, северо-восток. Это самый главный сектор притока. И мы не можем поставить здесь глухой шкаф, потому что он нам перекроет весь сектор притока. Поэтому только открытую вешалку, желательно белого или серебристого цвета, на которой отлично видно, какие вещи висят. Ненужные мы убираем, то есть здесь ничего массивного не стоит. Поэтому основную прихожую, которую летом и зимой всегда, я закрепила вот сюда. Здесь не так важно. Здесь восток, юго-восток. Она не может сильно завалиться, потому что это не шкаф, она все-таки открытая, то есть там много пространства. И, в общем, ну да, такой компромисс на компромиссии, потому что всего 30 метров. Но чтобы было хоть какое-то хранение, хоть как-то вещи впихнулись. Потому что вот в эту вот, вот в эту вот всю зону нельзя ничего тяжелого наставлять. Вы понимаете, это почти половина помещения, и сюда ничего складывать нельзя. Вот. То есть, ну, вроде как все распихалось. Да, хотелось бы шкафов побольше. Я продолжаю ломать голову над этим, но пока не получается. У меня все равно что-то дополнительно придумать. На кухне, возможно, появятся вот дополнительные полки, шкафы, дополнительный ряд шкафов. Не для обычной жизни, а вот если не каждодневные, скажем так. Так, если что-то нужно положить, а место везде закончилось, то как дополнительные места хранения, может быть, не совсем логичны. Но чтобы они все-таки были, возможно, я над шкафами пущу второй этаж с шкафчиками, чтобы туда на всякий случай можно положить было что-то, что не влезает в другие места. Потому что, к сожалению, мест для хранения нет. Или, возможно, что вот здесь появится полноценный закрытый шкаф, сделанный на заказ после того, как встанет диван. То есть, от дивана отступается 5 см. И тогда по готовым размерам возводится шкаф хорошей глубины 60, то есть 65, полностью до потолка, с глухими дверками, в котором будет много-много-много разных полочек. Куда можно будет много-много чего сложить. Но, в принципе, этот шкаф можно будет сделать в любой момент, даже после того, как уже будет завершен полностью ремонт. И даже уже будут жить люди. Это тоже можно доделать. Но больше, к сожалению, мест взять неоткуда. Вот. Итак, я вам рассказала все. А, еще забыла сказать. Вот здесь в середине Брахмастан. Сектор Брахмастан. И в нем тоже нельзя утяжелять. Ничего в нем нельзя. Ни мебель, ни хранение, ни какие-то тяжелые предметы, какие-то конструкции. Поэтому у нас и получается, что вот у нас север-сектор север. Вот у нас сектор север, сектор северо-восток, сектор восток и Брахмастан. Вот эти все сектора. Вот они у нас практически пустые. Северо-запад плюс-минус. Он здесь самый такой проблемный получился из-за этой кровати, из-за шкафа. Вот. Но здесь будет много коррекций, чтобы его облегчить. Вот. Итак, я вам рассказала про эту студию, с которой я буду работать. Про сектора рассказала и как будет идти мебель. Вот. В следующих моих видео будет дальше что-то интересненькое. И я вам расскажу, как я работаю над этим проектом. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А с вами была Дарья Позняк. И до новых встреч. Пока-пока.